Приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики. Меня зовут КТ-2Г и это игра Stalker Online. В прошлой серии мы были в локации станция и перешли в Любич, на вокзал. Сейчас я вам скажу один момент. В этой серии я буду играть за Фудликса. Объясню почему. Так, окей. Назад. Вот он, это Фудликс. Потому что я опять записывал серию. Я уже думал, что я все настройки сделал нормально. То есть, как в прошлый раз, чтобы у меня запись была, потому что, повторюсь, у меня тогда возникли проблемы. Я также отснял серию и потом просто заруинилось все. И поэтому я создал второго персонажа и сделал серию уже нормально. Со всеми настройками. Но вот почему-то сейчас я начал уже с теми же настройками все делать. Уверенный в том, что все будет хорошо. И, к сожалению, все получилось очень плохо. Вот. Не перепроверил, как говорится. Потому что думал уже все, железно будет работать. Поторопился. Поэтому сейчас буду играть за Фудликса. В принципе, на Фудликсе я остался на том же самом месте, где РЧ Ханом. Ну что ж, погнали. Сейчас мы будем в Любичи. Выполним пару квестов. Конечно же, быстрее, чем те, что я выполнял. До этого. Вот и Павел. Давайте с ним поговорим. Ребят, как я и говорил, я читать диалоги не буду, потому что они большие. Я буду читать, точнее, это все дело про себя. И потом, после того, как завершу диалог с NPC, я буду в двух словах просто пересказывать, что от нас требуется, что нужно делать и так далее. И свои комментарии. Естественно. Если вы хотите это тоже читать, то, пожалуйста, если не успеваете, нажимайте на паузу, читайте диалоги. Я думаю, мы с вами все только от этого и выиграем. Так что, продолжаем. В общем, можно было Павла помуружить еще вопросами, типа, почему сам не сходишь и прочее. Он нас попросил в том, чтобы, да, он нас попросил, чтобы мы отнесли 15 рублей Тёмычу. Вот. Но, в любом случае, если бы мы начали его спрашивать, почему сам не сделаешь, он бы от нас отпинался. То есть, ну окей, давайте выполнять этот мини-квестик. Вот. Сейчас мы подойдем к Тёмычу, отдадим ему 15. И все будет хорошо. Вот он, Тёмыч. В общем, суть в чем. Мы сейчас 15-ку отдали и узнали следующее. Узнали, что Тёмыч занимал у некоего Филина какую-то сумму денег. Естественно, попал на процент. И если он сумму не будет гасить, его кончат. Он нам сейчас отдал 50 рублей, чтобы мы отнесли их обратно к Павлу. Ну что ж, давайте это сделаем. Так, вот товарищи по крысам стреляют. Ребята, здесь жизнь просто кипит. Это вот всё прямо, знаете, всё прямо как в рассказах по вселенной сталкер. Реально, вот есть какое-то заведение, здание такое общее, где люди собираются вместе, что-нибудь обсуждают. Рядом, неподалеку живут. Ну, прикольно всё. Потом, потом. В общем, ситуация такая. Мы сейчас принесли деньги. А Павел нам говорит о том, что полтяжка вообще не хватает. По сути, даже половины того долга, который он брал у Филина. И как бы Павел сейчас начинает намныться о том, что Филин будет спрашивать не с Тёмыча, а с Павла. И говорит о том, что у него семья, дети, их возьмут в заложники и прочее. Пятое, десятое. Первый раз, когда я этот квест брал, я отказался. Помогает, сказал, типа, мол, не мои проблемы. Но сейчас что я могу сделать? Могу сходить к Тёмычу. Могу разобраться с их Филином. И могу вообще сказать, что это не мои проблемы. По сути, да. По сути, это не мои проблемы. Но, ребята, это квесты. Это квесты, поэтому я их избегать не буду. И давайте я попробую перепрыгнуть метку. Попробую разобраться с Филином. Он говорит о том, что Филин мне не по зубам. Но, окей, ребята, это квесты. Поэтому давайте предложим сходить к Тёмычу ещё раз. Всё, окей. На Тёмыча он нам дал добро. Поэтому мы сейчас пойдём к Тёмычу. И попытаемся его убедить о том, что всё-таки денег надо отдать чуть больше. Чем он сейчас дал. В ином результате. То есть, иначе, их обоих кончат. Конечно, не мои это проблемы. Но, ребята, повторюсь ещё раз. Это квест. И тем самым мы впутаемся во все эти сюжетные линии, во все эти квесты. Как косминог просто везде залезем. Всё, отлично. Ну, в принципе, как я и предполагал. Павел просто нёс чушь по поводу своей семьи, жены, детей и прочего. И прочее. Чтобы хоть как-то надавить на жалость. Ещё раз скажу. Первый раз, когда я играл, я его просто послал в десном. Сказал, не мои проблемы, разбирайтесь сами. Вот. Ну, сейчас поинтереснее будет. В общем, Тёмыч выругался как смог. Отдал мне сотку. Теперь я эту сотку буду тащить к филину. Я, конечно же, могу полтишок себе оставить. По факту. Просто сейчас посмотрим. Можно сказать, что у него нет семьи. Можно сказать, что я поговорил с Тёмычем. Ну, смысл так понятно, что он заливает. Давайте скажем, что мы поговорили. И мы можем отдать полтишок. Можем отдать 100 рублей. Вот. Но суть в том, что мне кажется, если я даже Павлу отдам 100 рублей, он полтинник себе загребёт. Вот. И филин вообще, может быть, ничего не донесёт. Ну, ладно. Давайте отдам всё к чёрту. Просто к чёрту. Чё дороже у меня твоя знакомая. Короче, ребят, Павел начинает опять старую историю запевать, старую песню. Говорит, что у Тёмыча деньги есть, что он недавно продал артефакты бармену плющу, что бабла у него. Ну, просто зашибись. Короче, эти два ребята, два ребят, эти оба товарища просто мутят. А я как дурачок бегаю туда сюда, значит, я всё-таки правильно тогда отказался. Знаете что? Пошли они бесом. Потому что сейчас неизвестно, что вообще будет. Ну, реально глупая такая ситуация. Нет, давайте дойдём до конца. Глупая, к чёрту плевать. Ещё раз схожу. Может быть, Тёмыч Павла задушит. Просто уже надо это добить. Хоть это и мерзко, хоть это и тупо, хоть это и низко, но надо посмотреть, к чему это приведёт. Привет, Тёмыч. Ребята, реально, это квест просто стрёмный. В общем, Тёмыч от некий, это говорит, никаких денег нет тебе. Типа, Павел лапшу на уши вешает, ты ведёшься и как дурачок бегаешь. Может, ты тоже, ну типа, на филино работаешь. Ну, блин, если я скажу, уже ухожу к чему это приведёт. Ни к чему это не приведёт. Я, по сути, мог сам эти деньги заработать. Давайте давить дальше. Скажем, жалко пацана, замочат его. Ну, смотрите-ка, это сработало. Это сработало, ребят. Вау, как много денег. Послушайте, может кинуть Павла, а? Ой, патроны. Кто-то умер. Упали патроны, я их забрал. Хе-хе-хе. Так, давайте-ка посмотрим. Ну, неплохо. Мало. Но, тем не менее, ребят, патроны в зоне, это всё-таки... ...очень ценный ресурс. Ничего себе, радиодетали стоят 240 тысяч, что только что сейчас в чате было. Так, давайте посмотрим, к чему приведёт. Хе-хе-хе. Ха, мутанты. Вчера жирному луха ткнул, он чуть не обделался. Ну, каких 500 рублей? Или он мне 500-то отдал? Ммм... Ну, как-то... Как-то тупо. Этот мечет, тот мечет, все врут. Но я врать не буду. Надеюсь... Вот, вот спорим, он мне ничего за это не даст. Хе-хе. Ну, вообще ничего. О-о-о, мясо подтянулось. Ну, вообще охренел. Просто охренел. Он как бы говорит, все круто, все ништяк, все хорошо. Ну, блин, у меня это... Я сам еще филину денег должен, поэтому на него работаю. Можешь ты мне занять? Ну, ребята, ты реально-то... Откуда у меня 200 рублей? Не, это кидалово. Короче, ребята, мораль такая. А что, по что я получил? Я, по ходу дела, даже ничего не получил. Просто какой-то опыт. Вот слева у меня там промелькнуло, вроде бы. В журнале. Ребят, просто шлите лесом. Сразу, изначально. Это все ни о чем. Так, пойдем до кузнеца теперь, до главного станции. Он у нас стоит здесь. Так, пойдем до кузнеца. Так. Так. Продолжение следует... В общем, кузнец нам поведал о местных достопримечательностях, на таких как доска объявлений. К ней мы давайте сразу же, наверное, перейдем. Нет, 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 ни с кем я не хочу дружить. Это товарищи доска объявлений, это карта. Вот мы были на станции, теперь мы в Любичах. Здесь еще есть локации Везувий, Вулкан, Тюрьма. Окрестности Любича, аэропорт и Кардан. Обалдеть, Кардан. Есть также Тунгуска, Новая Земля. С аэропорта можно улететь на Тунгуска, на Новую Землю. Здесь еще тоже Новая Земля и что-то еще непонятное здесь. Вот, водные пути сообщения, воздушные. Только по воздуху. По воде можно снова земли. Но это еще не скоро, я думаю, будет. Здесь новости от администрации. Здесь слухи различного рода. Не знаю, для чего они здесь. Но если они здесь есть, все-таки я предполагаю о том, что читать их, думаю, стоит. Не знаю, пишут ли это люди, эти новости. Либо это игра, либо администрация, либо это просто так, ради лузов, как говорится, чтобы поржать. Что-то очень сильно шумит, и меня это бесит. Вот, ну, нахрена ты? Ой, тигрот. Короче, в общем, ребят. Столько шума, а. Вот, как бы, как знает. Там доска объявлений, вот, насчет слухов. Ну, возможно, знаете, как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Со слухами то же самое. Много может и какой ереси быть, и бесполезной информации, но, думаю, может где-нибудь и проскакивать что-нибудь очень интересное. Это раз. Два, там есть еще доска объявлений по покупке и продаже предметов, которые, собственно, сами игроки выставляют. И есть еще рубрика охота за головами. То есть, если вас кто-то в игре бесит, если вас с вами несправедливо обошлись, но наказать вы их не можете в силу различных причин, пожалуйста, идете на доску объявлений, выставляете награду за голову какого-либо не понравившегося вам типа, и все. Кто-нибудь из сталкеров за это дело возьмется. Также могут и на вас написать такую объяву. Также можете и вы, собственно, взять кого-нибудь в оборот и на этом заработать денежку. Насколько это выгодное мероприятие, ребят, честно, я не знаю. Потому что если здесь будет просто обычное убийство, и после которого проследует 15-секундный респаун, то как бы это, пачка медицинских бинтов, чье? Какая-то, какая-то замануха, ладно, брать не буду. Вот, пускай кто-нибудь другой берет. То смысла нет, это будет, знаете, это как в GTA Online. Там тоже можно выставить награду. Тебя даже может просто твой друг убить, он заработает тупо на этом денег. Все, и ты сразу же появишься. Я думаю, здесь все-таки какая-то система реализована. То есть, если через эту систему тебя убивают, то ты там, не знаю, может ты один день в игру заходить не можешь, там, ну, либо часа два, либо три, ты типа восстанавливаешься, респаун. Ну, может ты просто еще и шмот теряешься с увеличенным шансом. Потому что здесь, после смерти, можно потерять шмот. Если посмотреть на какой-либо предмет, в раздел информации, если зайти, то можно увидеть, что есть шанс выронить предмет в случае смерти. То есть, 10% это у воды. У других тоже предметов процент разнится. Но при этом что-то может с вас дропнуться. Так, давайте-ка я выпью водичку. Все-таки у меня обезвоживание. И можно еще покушать тушняка. Кузнец сказал, что мне необходимо поговорить с кислым, чтобы он мне выдал оружие. Сейчас я этим и займусь. Сейчас только покушаю. И последняя порция тушняка. Все отлично. Давайте поговорим с кислым. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. В общем, ребята, мне дал ствол Коля Кислый, но, как говорится, услуга за услугу. Дал мне его не за бесплатно. Он меня попросил, чтобы я нашел двух его людей в других локациях, на Новой Земле и в Тунгусске. Ну, собственно, и помог, чем могу, этим его товарищам. И заодно передал весточку от самого Кислого. Это раз. Два. Кислый меня еще послал к Печкину за патронами. Я получу у него патроны, и мне нужно будет за деревней убить щенков-мутантов и принести в качестве доказательства головы. Займемся этим. Квест тоже ключный, скажу вам так. Вот. Сейчас мы это сделаем. И потом нас, да, еще попросил кузнец отправить послание Штакету. Так что, окей. Всем этим мы сейчас и займемся. Так как я всю эту локацию... Ну, не, локацию, вот эти задания, кроме Штакета, я уже пробегал, промучился. Сейчас я их сделаю быстрее. Вот, собственно, Печкин. Вот, неподалеку от здания почты, говорит Псины. Вводится. Он меня этим вообще просто в конфуз ввел. Я бежал весь город в поисках той самой почты. Вообще, ребята, это было нечто. Кстати, за это Сталкер очень крут. Окей. Давай патроны. Все, мне дали патроны. Давайте теперь пробежим вот к милиции. Штакета дадим послание, потом убьем собак. Что я хотел сказать вообще об игре? Ребята, игра хороша. Вот именно есть эта вот жизнь такая своеобразная. Она чувствуется. Здесь даже вот обычные игроки, люди могут собираться у костра, присаживаться и сидеть. Не знаю, они болтают между собой или не болтают. Мне, как стороннему человеку, возможно, это и не дано узнать. Может, это просто соклановцы, либо еще что-то. И у них есть свои средства общения, чат и прочее, и прочее, и прочее. Но, ребят, это именно вот... Это похоже на тот сталкер, который описан в различных рассказах. То есть, вот, по вселенной сталкера. Там также поселения, люди, сталкеры. Всех какие-то там свои дела что-то там мутят. Кто-то бегает за артефактами. Кто-то какие-то другие выполняет задания на различной организации извне. Кто-то еще что-то. Ну, ребят, это все как-то похоже и нравится. Что мне еще здесь нравится? Своеобразное... Я даже не могу это хардкорностью назвать. Это похоже как на первую готику. То есть, ты получаешь задание и нет никаких координат. Нет ничего. Вот с созданием милиции только, если посмотреть, вот оно одно здесь есть, оно на карте отмечено. Но дальше, когда мне надо убить собак, видите, нет этих местностей. Ничего не описано. В задании в самом, если квест брать, вот посмотреть, работа от кислого, убить собак, никаких координат, просто за деревню. За какой, где, как, непонятно. Ищи сам. Ну, вот. И вот этот вот счетчик, он, ну, у меня не работал первый раз. Как будет работать сейчас, я не знаю. Проверим. Ну что ж. Именно это мне все нравится. Нет точных, каких-то названий, точнее, координат. Ищи сам, ищи сам, и выполняй. Вот здание милиции. Штакет. Мне нужен штакет. Капустин. Городской охране. И мне пока что игра нравится. Я не знаю, может это связано с тем, что только начало игры, то что я еще не знаю ничего о ней. Палка. Но палка же это и есть штакет. Здесь, видимо, разработчики сделали уклон на то, что можно запутать игрока. То есть штакет и палка. В принципе, то же самое. Кто-нибудь может слить инфу к палке. А вот и штакет. А может и не может. Не знаю. Здорово, штакет. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. денег нет. Все уйдет сейчас на тело. Скупка хабара. Ребята, это круто. Так. АКС. Вот. Он мне дал патронов. Три пачки. Ребята, патроны, это круто. Как я и говорил, они на весь золото. Просто здесь. Они дорогие. Давайте посмотрим насчет скупщика хабара. Так. У меня пока нет никаких трофеев. Может быть, ему можно трофеи загонять, потому что рачиханам я головы продал за копейки просто обычному торговцу на вокзале. Мясо, кстати, мясо животных, оно неплохо так продается. Но насчет рентабельности, знаете, я вам не скажу. Потому что я потратил кучу патронов, пока искал место, где этих собак нужно убивать, ну, щенков. Вот. И... Естественно, я весь боекомплект просто истратил. Пока я не догадался о том, что все-таки, может, надо обратно кислому сбегать и попробовать с ним поговорить. Может, то, что голов у меня в рюкзаке было там 24 штуки. Столько я настрелял и при этом счетчик стоял по нулям. Когда я подошел, сразу же в диалоге появилась опция, типа, вот тебе головы твои. Ребят, я был в шоке немножко. Ну, это мягко сказано. Так что, ребята, на счетчики иногда внимания тоже не обращайте. Если вам нужно какие-то вещи собрать, принести, найти, там и прочее, если они у вас по факту уже есть, попробуйте поговорить с тем NPC, который вам этот квест дал. даже если у вас счетчики по нулям, а вещи по факту у вас есть, возможно, выгорит. Не мучайте себя этим. Вот, потому что, ну, счетчики реально как-то работают кривовато в квестах. ребят, вот собственно деревня. Вот он вокзал. Смотрим напротив деревня. Отлично. Давайте теперь здесь искать щенят и мочить их. Так, это крыса. Она нам неинтересна. Вот, ну, я думаю, что это деревня. Потому что, опять же, не будут посылать далеко. на первых локациях, на первых заданиях. Поэтому, думаю, вот это точно здесь. Вот здесь очень много собак. Смотрим. Это Макаров. Это Макаров! Тихо, тихо, пёся. Пёся, не надо. Так, мне необходимо подлататься. Так, юзаем аптечку. Так, я пока весь город отбегал, столько различных явлений наблюдал. Просто костёр горит, и сидят, обычные игроки сидят, сталкеры на земле. И, ребята, действительно, пока мимо пробегал, вот, как я ждал фразы от кого-нибудь из них. Внимание, анекдот. Просто, вот, атмосферненько. Так, пёся. Готов. Мясо головася. Смотрите, вы убили ноль из двух, да? По факту. Голова щенка. Две штуки. Бежим обратно на вокзал. Здесь есть ещё новые мобы. Есть домовые. Это, походу, дело, они орут. Давайте посмотрим. Вот он. Это домовой, ребята. Ой, тихо, 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 я свой, я свой. Подожди. Я же сказал, я свой. Нормально у меня хп снял. волосы. Да, да, да. Опа. Ну, вас нафиг, ребята, разбирайтесь сами. Попробую потом... Крыска. Меня Толян научил вас убивать. Там я навык отточил. Вот сейчас у меня есть две головы щенков, макмутировавших собак. Счётчик при этом стоит в нулях. Ну, что ж. Ой, сколько здесь народу. Коля кислый. Я принёс головы, псин, пожалуйста. Счётчик стоит по нулям. По факту головы есть. Поэтому на счётчик, ребята, вот вам, пожалуйста, пример. Особо внимания тоже не обращайте. Даже не обращайте внимания на него, если он начинает поначалу работать, а потом он застревает. Как это было с крысами и талянам. отношение ко мне от фракции Белое Братство улучшилось. Он мне дал награды. Так, может у него ещё задание есть? А, ничего померещилось. Всё. Так, он мне должен был дать штаны. Да, смотрите. Есть штаны. Отлично. Экипируем. Я сказал, экипируем. Бам! Крутые кальсоны. От кислого партнишки получи штанишки. Ну что ж, можно попробовать опять сбегать. А, кстати, давайте-ка проверим. Голов у меня, конечно же, нет. Мне просто интересно, сколько будут стоить волосы здесь и волосы в в в милицейском участке. Смотрите. Волосы. 25 рублей. 4 штуки, да? Окей. Запомнил. Четвертак. Можно сейчас заодно еще у Печкина взять квест. Кстати, что у меня с патронами? С патронами у меня пока проблем добыть не должно. Патронов пока, слава богу, достаточно. Кстати, я мясо не посмотрел. Я хочу просто сейчас сравнить и узнать, у кого реально лучше реализовывать товар. Отдать мясо за 3 куска 54 рубля. Это уже сложнее запомнить. 54, 25. Надеюсь, я запомню. Вот. Сейчас еще Печкина возьму квест. узнаем, что он нам выдаст. Печкин, Печкин попросил меня поискать игрушки в домах, такие как Неваляшка, Плюшевый Мишка, Кубик Рубика и Волчок, вроде бы, если не ошибаюсь. В каких домах? Наверное, во всех. Шастой встречайся с домовыми. Веселись! Зашибись! Так, теперь, сейчас я бегу в милицейский участок, я хочу просто проверить соотношение цен. Есть ли разница или нет? Меня просто подкупило словосочетание скупка хабара. Ух, тихо, тихо. Здравствуй, пёся. Там мой пёс! Ох, как гад. Вот такие вот, ребята, перехватчики. Ну, и я тоже пожадничал. Использую аптечку. Вот так вот. Так, я запутился. А ты серьёзно? Ты ж щенок ещё совсем. Смотрите, брат за брата, да? А, ребят, если я сейчас подберу мясо, всё изменится. Сейчас то, что я... Я не могу его не взять. Ладно, будем проверять на волосах. Потому что мясо это всё-таки еда. Так, я заблудился. Куда я шёл? Да, всё верно. Вот он. Милицейский участок, не туда. Ребят, вот смотрите, стоят. Пожалуйста. А, сержант Драчук. Сержант Драчук. Сержант Алфак. Алд, Алдфаг. Так, всё круто вот. Капитан Прайс присел. Ну что ж, самое время затестить. Давайте посмотрим. А-а-а-а! Ребята! Ребята, ребята, ребятушки, вы посмотрите, сколько денежек. Ммм, как вкусно. Принимаем. У меня теперь есть немножко денег. 480 рублей за 4 куска мяса. Ребята, это жесть. У меня есть почти 700 рублей. Я крут. Ребята, это золотый... Стоп, можно купить золотые рубли. А сколько стоит? Количество заколоченных ящиков с военного склада. Количество бесконечно. А-а-а! Это за золотые рубли покупаются. Рюкзаки. Это, наверное, рюкзак для того, чтобы увеличить инвентарь. А ящик для того, чтобы хранить свои пожитки. Его, наверное, можно бросить в какой-либо локации. Ребята, это круто! Вот! Скупка хабара. Надо именно скупщикам тащить артефакты. Ну, не артефакты, а трофеи. Ё-моё, это же Джек Хаммер. Автоматический дробовик. Это реально та бандура. Ну, даже не спрашивайте, откуда я знаю про Джек Хаммер. Хотя я вам отвечу. Я в своё время очень... Здрасте. Ты кто? Рашид. Рашид, Прошид. Я раньше... Очень... Ну, не толку. Я раньше просто мне нравилось играть в игру Ганжа Варс. И там куча различного оружия. И хочешь, не хочешь, ты его там изучал, характеристики и прочее, прочее, прочее. Ну что, ребят, думаю, давайте пока вот на этом месте мы остановимся. Сейчас я в медицинский участок зайду, чтобы никто меня не обидел вдруг. Потому что я ещё новичок, у меня таких стволов нет, но, ребят, вот, кладись бабки здесь. А как присесть? Как ты это сделал? А, это, походу, нет, Рашид. Смотрите, это НПС. Видите, с ним можно, да, обмениваться, болтать и прочее, и прочее, и прочее. Окей. Поэтому, ребят, пока что мне игра нравится, просто нравится. Особенно на фоне того, что не будет больше вашего сталкера, нашего всеми любимого. Это очень годная тема. Мне пока что нравится. Поэтому, друзья, спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующей зоне. Пока.